Всем привет, с вами Алиса и это обзор фитнес-боксинга. Камера, мотор, начали! В условиях самоизоляции любая физическая нагрузка полезна. А если она происходит в игровой форме, это еще и интересно. И компания Nintendo сделала это открытие еще во времена Wii и победила в том поколении во многом благодаря новоявленным геймерам, любящим активные развлечения. Необычное моушен-управление хорошо подходило для Wii Fit и других подобных игр, а также для танцевальных джаз-дэнс. Хотя бы частично повторить успех этих серий пробовали многие, но удалось это лишь спустя 10 лет, уже на Switch с выходом Ring Fit Adventure. Только этот чудо-обруч одновременно и дорогой, и нарасхват, так что купить его сможет не каждый. Зато фитнес-боксинг вдвое доступнее и тоже может быть интересным. Более того, он на днях еще и сиквелом обзавелся, а потому мы попросили помочь с Абсуром нашу Алису. Она и в первой игре неплохо освоилась, и с продолжением хорошо справилась. Суть фитнес-боксинг не изменилась. От игрока, как и прежде, требуется под ритмичную музыку бить руками по воздуху, изображая из себя то Кличко в Доме культуры, то Майка Тайсона в ночном клубе. Nintendo Switch следит за движениями и превращает их в виртуальные достижения. Точность контроля повысилась, и игра стала гуманнее. Теперь фитнес-боксинг рискует засчитать вам слишком вялый удар. Но зато правильный, сильный никогда не прозевает. В отличие от первой части, которая периодически огорчала своей слепотой, сложность чуть снизилась, но играть однозначно стало приятнее. Кроме того, выросло число всяких настроек, как напрямую влияющих на тренировки, так и различных декоративных. Тренеров на выбор теперь 9, а не 6, как в первой игре. Одежду для наставников выдают за успешное прохождение испытаний. Чем больше вы достигли, тем в более модный наряд можно одеть виртуальных Дженнис и Эванов. Вот если бы за реальные тренировки шмотки можно было получать, ладно, меня бы это не смотивировало. Но человечество, я думаю, стало бы здоровее. Музыку для фитнес-боксинг 2 Ритм-энд-эксерсайз собрали новую. 20 мелодий, без слов, как в караоке, но в большинстве своем мощных хитов. Тут Кэти Перри и знаменитый рок-гимн Born to be Wild, а также треки от Pink, Эда Ширана, Бон Чови и других звезд. В будущем список наверняка расширят, ведь у игры в меню уже есть пункт для DLC. Пока что там лишь усложненный режим тренировок, кстати, бесплатный. Однако это только начало, и впереди новые дополнения. Был доработан и мультиплеер. Отныне в нем доступно больше типов заданий, а для игры, как и прежде, хватает всего одной пары джойконов. Хотя с четырьмя геймпадами на двоих заниматься все же удобнее. Главное – бить прямо вперед, без выкрутасов и экспериментов, чтобы случайно не засветить товарищу в голову, а то он быстро станет соперником. Клево, что можно играть вдвоем. Можно соревноваться, подбадривать друг друга, сравнивать результаты в конце. С другой стороны, мне бы больше понравилось, если бы они сатвист раз так в пять увеличили. В остальном же Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise напоминает первую часть. Тут всего стало больше, все элементы немного улучшены, но без фанатизма. Что, в общем-то, и логично, ведь эту серию, в отличие от нинтендовской Ring Fit Adventure, создает небольшая японская студия. Свою работу она делает хорошо, и Fitness Boxing 2 можно советовать многим поклонникам жанра. Но называть эту игру обязательной предновогодней покупкой было бы уже слишком. Особенно, если у вас уже есть первая часть или Ring Fit Adventure. Может быть, стоит подождать DLC, поглядеть, как активно будут поддерживать эту новинку, и сделать выводы позже. Как бы то ни было, мы расскажем вам о дополнениях для Fitness Boxing 2 и у нас в паблике во Вконтакте и в новостях на Ютьюбе. Жмите на колокольчик, подписывайтесь. До новых встреч на канале Нинтендо!